Я начинаю чтение очередного спецкурса в лаборатории Щебышева. В этом семестре я собираюсь рассказать вам про исключительные объекты в алгебре и геометрии. Сейчас я вот сегодня расскажу коротко о чем, ну, как бы общие темы и о чем я собираюсь говорить и вообще каково место этого дела в математике. Исключительные объекты в алгебре и геометрии. Ну и начну я с двух философских таких соображений, значит, с того, что сказал на тему математики Арнольд из того, многие слышали уже это в моем исполнении, несомненно, здесь присутствующие, но те, кто будут смотреть, может быть, не слышали. Значит, и то, что сказал насчет математики Гоульс, значит, и дополнить их высказывания в одном существенном отношении, ну или в двух существенных отношениях. Значит, Арнольд, он как бы имитирует Цезаря, заметил, что вся математика делится на три части. На вещественную, комплексную и экваторнионную. Ну, на самом деле там фраза звучала не так, это я, значит, адаптирую, там фраза звучала, что вся математика делится на три части. Небесную механику, гидродинамику и теорию кодирования. Вот, но потом он развивает эту мысль внутри, в тексте статьи, и говорит, что вся математика делится на вещественную, комплексную и экваторнионную. Ну и вот в качестве примеров он обсуждает соответствующие геометрии. Так, ну и оказывается, что, естественно, считать, что к вещественной математике относится вот геометрия, связанная с ортогональной группой. Значит, к комплексной математике относятся геометрия, связанная с унитарной группой, а к кодировнеонной математике относятся геометрия, связанная с симплетической группой. Вот, но как-то выясняется при этом, что что-то в этой классификации недоучтено. То есть мы знаем, что на самом деле, как бы, бывают еще какие-то другие группы. Вот, какие? Вот, на самом деле, значит, с моей точки зрения, вся математика делится не на три математики, не на три части, а на четыре части. Вот, значит, и четвертая часть – это октавная математика. То есть вещественная, комплексная, экваторнионная и октавная. Октония. Так, ну октава и октанион – это совсем одно и то же, мы потом об этом будем говорить довольно много. Вот, значит, но пока я буду говорить, я буду использовать слово октавное, хотя, может быть, правильно говорить, октанионная математика, да, сразу. Ну не знаю. Вот, значит, в чем тут дело и почему Арнольд не включил ее в свою классификацию? А дело в том, что вот те объекты и те явления, которые обсуждает он, значит, в своей статье, они имеют место, их можно рассматривать в любых размерностях. Вот, а вот те объекты, которые возникают в октанионной математике, они существуют только в маленьких размерностях, так и они являются гораздо более жесткими, имеют гораздо более жесткую структуру. Мы только что начали, ребят, так что. Вот, значит, это вот первое такое наблюдение, которое сейчас я буду пояснять. Вот, значит, вторая общая вещь, которая была, тоже очень широко обсуждалась несколько лет назад, это вот статья Гоурса Two Cultures. Вот, ну по этому поводу некоторые математики очень высказываются, но я не буду, пожалуй, цитировать и называть их. Значит, но, в общем, в чем стоит, значит, смысл статьи Гоурса? В том, что вот есть первая культура, значит, First Culture, то, что он называет. Так, ну, концептуальная математика. Так, есть, значит, Second Culture, ну, которую он там называет Hungarian Mathematics, венгерская математика. Вот, и на самом деле, значит, это, ну, типичным представителем венгерской математики, конечно, является Эрдиш. Так, вот, в чем он видит различия между концептуальной математикой и венгерской математикой? Ну, у нас бы сказали олимпиадной и так далее. Значит, концептуальная математика, она, значит, в ней вводятся понятия все более и более высокого уровня. За счет этого предыдущий, значит, текст как бы резко сокращается. То есть, вот сегодня мы можем изложить там эвклидовую геометрию на одной странице. Так, значит, ровно потому, что мы владеем понятиями более высокого уровня. И так, значит, происходит с огромным количеством разделов математики. Значит, в венгерской математике никакого такого упрощения не происходит. То есть, там, значит, я и занимаю... Ну, вот, как бы, эта задача, которую у нас в России принято называть олимпиадными. Так, доказательства, которые носят трюковый характер. Они основаны на использовании каких-то идей, но упор, значит, состоит именно в получении, в решении задач, как бы. Не в развитии понятий, а в решении задач. Но на самом деле, любое такое деление на две культуры, оно крайне опасно. Ну, это, на самом деле, статья Гоурса, в свою очередь, является... Если Арнольд имитировал Цезаря, то, значит, Гоуров все-таки имитировал Сноу. Так, значит, у Сноу была такая очень популярная книжка, Two Cultures. Так, не в математике, а вообще, где он как раз говорил о том, что вот есть культура там ученых и культура представителей humanities. Но по-английски, за счет представителей гуманитарных ног ученым не называются, они называются scholars. То есть, scholars, в отличие от ученых, ученых, тот, кто изучает что-то, существующее в действительности. А scholar, это, значит, кто-то, кто изучает высказывания других scholar, так сказать. Не какую-то реальность, а вот, так сказать, какую-то совокупность. То есть, там, является человек философом или нет, определяется не потому, знает он что-то на самом деле, а потому, владеет он каким-то корпусом текстов или нет. Прочел он какой-то корпус текстов. Значит, но понятно, что вот эта идея Snow содержит в себе такое принципиальное упрощение. Значит, потому что в действительности культур не две, а гораздо больше. Так, ну, например, там культура ученых, которые пытаются понять, как работает что-то вокруг нас, сильно отличается от культуры инженеров, которые пытаются, значит, сделать что-то, что работает. И в этом смысле, где находится математика, для меня совершенно непонятно. То есть, для меня понятно, что находится не там, не там, не там. Так, что в ней есть элементы всего этого, элементы науки, элементы искусства, элементы техники, элементы scholarship. Вот, но в любом случае, она не относится ни туда, ни туда, ни туда. Так, с этой точки зрения, вот я считаю, что, как минимум, картину Гоуэрса нужно было бы дополнить еще одним абсолютно ортогональным делением. Так, а именно различением математики на общую, так, ну, то есть, вот это вот на самом деле просто направление. Значит, а также можно было бы отвечать на общие вещи и конкретные вещи. И здесь, возможно, все четыре сочетания, да, то есть, вот, значит, там общие и концептуальные, это французская математика. Так, значит, вот куда-то туда, вот, когда вообще не важно, что там происходит. Вот, с чем французская математика, отличаясь от любой другой, там, значит, в Гортендика как-то спросили, значит, что значит его результаты для конкретного простого числа. Он так очень долго, значит, мялся и спрашивал, что вы хотите, что я какой-то взял какое-то простое число, говорят, да. Ну, хорошо, значит, возьмем простое число P, равное 57. Вот, французская математика, это простое число, равное 57. Значит, когда вообще все оторвано от примеров вообще. Так, значит, но при этом она была очень влиятельной и очень эффективной, и в действительности тот вклад, который, значит, был этим направлением внесен, вообще изменил современную математику. Это совершенно очевидно, да, так сказать, то, что вот восходит к Гурбаки, там, Гортендику, так сказать, и к французской математике того времени. Вот, но на самом деле, столь же, так сказать, возможны концептуальные, но при этом конкретная математика. Так, вот, значит, ну, так, упрощенная, можно сказать, английская математика. Так, потому что все-таки наша традиция находится где-то вот здесь посредине. Так, вот, то есть, и как раз то, о чем я буду говорить здесь, это в значительной степени, так, экстремальная английская математика, там, связанная, скажем, с именами Конве, так, или там Коксетера. Но в действительности это абсолютно классические и абсолютно центральные для математики вещи. Это было бы философское введение, довольно длинное, значит, но теперь я готов, значит, перейти от философии к истории. Вот, а именно, значит, вот, те объекты, которыми будем заниматься, значит, такой парадигматической ситуацией, когда возникают ощущительные объекты, является классификация правильных, как это, полиэдров по-русски, в любой размерности. Политопов, да, значит, первая классификация правильных политопов. Вот, ну, и вот, на самом деле, вот первая же фраза, которую я скажу сейчас, значит, первые же фразы, они убедят нас в том, что вот эта математика тоже. Чрезвычайно важна. Так, значит, что из нее произошла вся математика в конечном счете. А именно, ну, вот первый текст, который реально считается математическим текстом в более-менее современном смысле, это книга Евклида. И вот тринадцатая книга Евклида, как бы вершина всего этого труда, посвящена доказательству того, что имеется ровно, ну, во-первых, по строению, во-вторых, до качества того, что никаких других нет, до качества того, что имеется ровно пять правильных платоновых тел, правильных многогранников в размерности три. Так, а именно многогранники, значит, при n, равном три, имеется пять многогранников. Значит, три-три. Так, видите, вы сказали, что правильно писать дальше три-четыре, да? Три-четыре, четыре-три. Три-пять. И пять-три. Так, значит, ну, который, это я написал символы шлейфля этих многогранников. Вот. Значит, сейчас я объясню, что это такое. Значит, это тетраэдер. Я правильно пишу по-русски, да? Октраэдер. Так, гексайдер. Куб. Так, это дедекаэдер, это икассайдер. И дедекаэдер. Я думаю, что я не буду их рисовать, хотя я могу постараться перерисовать. Вообще проектор нужен. Для четырехмерных точно нужен проектор. Вот. Значит, что такое символ шлейфля? Ну, вот при n равном 2, при n равном 2 существует, значит, правильный многогранник с любым количеством ребер, многоугольник. Так, вот этот многоугольник обозначается, вот в данном случае 5. Но вообще существует, значит, правильный многоугольник с любым количеством ребер, ну, скажем, если он не вырожденный, то с любым количеством ребер не меньше трех. То есть треугольник, то есть треугольник, квадрат, правильный пятиугольник и так далее. А дальше символ шлейфля определяется индуктивно. Определяется индуктивно следующим образом. Этот символ обозначает, что в каждом, так, нужно такой правильный многогранник вообще, что у него вот есть там вершины, есть ребра, есть двумерные грани, есть трехмерные селф-клетки и так далее. Дальше есть клетки всех дальнейших размерностей. И мы рассматриваем флаги. Значит, то есть флаг состоит из вершины, содержащего эту вершину ребра, содержащего это ребро грани, содержащий эту грань три клетки и так далее. Так вот, правильность обозначает, что группа симметрий транситивно действует на флагах. Flag-transitive. Так, что не просто все вершины одинаковы, на самом деле есть полуправильные многогранники, в которых все вершины одинаковы. То есть группа симметрий транзитивно действует на множестве вершин, но она не действует транзитивно на множестве пар, вершина и ребро, содержащие эту вершину. Это так называемые архимедовые тела. Значит, нет, здесь транзитивно действует на флагах. То есть регулярные, как бы в самом сильном смысле. Вот. И, значит, вот этот символ обозначает следующее, что в каждой вершине сходятся, значит, три грани, каждый из которых является правильным треугольником. Так, вот здесь в каждой вершине сходятся три грани, каждый из которых является правильным пятиугольником. А здесь сходятся пять граней, каждый из которых является правильным треугольником. И дальше этот символ определяется индуктивно. В каждой вершине сходятся, значит, ну вот, там нужное количество грани, так, с вот таким вот символом шлефля. С предшествующим символом шлефля. Вот. Значит, символ шлефля ввел, как ясно из названия, шлефля, значит, ну примерно в 1905 году. То есть если правильный... Да. Так вот, значит, 13-я книга Евклида, плачная классификация правильных многогранников. И из нее возникло... Вот это, собственно, есть первый нетривиальный пример длинного проведенного доказательства, нетривиального доказательства. Это доказательство и сегодня не вполне тривиально, да? Так, за счет того, что других правильных многогранников нет. Правда, да? А? Ну, в школе доказывают. Доказывают? Буквально доказывают. В одном из школьных учебников, пока они... И буквально строят. Да, да. Ну, это некая... Я думаю, что это просто вершина школьного курса, правда, да? Конечно. Вот, то есть самое трудное, что там доказывается. И это можно реально доказать, в отличие от всего остального, что в школе делается. Значит, так вот, это было первое реальное доказательство, которое, из которого возникла, собственно, вся математика. Вот уже это одно доказывает, что исключительные объекты важны. А теперь, почему это исключительные объекты? А потому, значит, ну, на самом деле, они, конечно, все исключительные. Ну, одни из них более исключительные, чем другие. А именно вот эти два более исключительные, чем все остальные. Потому что вот Шлефли ввел свой символ ровно в связи с тем, что он примерно в это время классифицировал правильные многогранники во всех размерностях. Ну, в действительности он занимался задачей о, значит, замощении пространства правильными многогранниками. Так, то есть ровно то, что обсуждалось вот в спецкурсе год назад. Так, он рассматривал это во всех размерностях. Но для этого ему, как минимум, нужно было классифицировать сами правильные многогранники. Так, и он это сделал. И оказалось, что в размерности 4 таких правильных многогранников 6 штук. Так, ну, давайте я скажу, вернее так. Оказалось, что в размерностях больших, 4, таких многогранников 3 штуки. Вот, какие есть всегда. Ну, конечно, есть 3, 3, 3. Так, это симплекс. Так, значит, конечно, есть, значит, 3, 3, 4. Это гипероктаидр. И, конечно, есть, значит, 4, 3 и так далее, 3. Это гиперкуб. Вот это есть во всех размерностях. Ну, в частности, и в размерности 4. Сейчас, что-то не сходится. Что не сходится? Ну, по-моему, наоборот. Да, первое же число, это сколько сходится в вершине? Нет, второе число, сколько сходится в вершине. А, последнее. Да, последнее. Тогда сходится, да. Значит, вот, эти есть и в размерности 4 тоже, но оказалось, что в размерности 4 есть еще ровно 3. Так, ну, я здесь не оставил места, чтобы написать их название, поскольку я не знаю их названий. Вот, значит, значит, а именно 3, 4, 3. Вот совершенно замечательный многогранник. Называется 24... Ну, по-русски называется 24-вершинник. По-английски он называется 24-cell. Так, казалось бы, что это разные вещи, но на самом деле этот многогранник является самодвойственным. То есть, если вы прочтете все те же числа в обратном порядке, а это отвечает вот чему, это отвечает тому, что вы рассматриваете двойственный многогранник. То есть, вы берете, в качестве новых вершин, вы берете центры старых граней наибольшей размерности, букву размерности единиц. Так, вот, значит, то есть, в этом смысле куб двойственный на октаэдру. Значит, и косаэдр, и декаэдр двойственны. Ну, понятно, гиперкуб и гипероктаэдр двойственны. А этот многогранник является, как и симплекс, является самодвойственным. То есть, при замене, значит, заменив, перейдя от вершин к центрам грани, мы все равно получим снова симплекс, просто чуть повернутый и меньшего размера. Вот, значит, но вот оказывается, что в размерности 4 есть еще ровно 2 правильных многогранника. 3, 3, 5 и 5, 3, 3. Вот. Ну, вот, вот это на самом деле связано с F4, а это связано, но мне нужно начинать считать. Значит, у и косаэдра 12 грани, правда, да? 12 вершин, а у декаэдра 20 вершин. Значит, но тем самым здесь будет 120, упс, вершин. Так, значит, 3, 3, 5, значит, 120 вершинник и 600 клеток. Как? Cells, трехмерных. Как называется? Ячейки. Ячейки. Что-то ячейки. Я встречал, когда все, вообще, означает, все клетки назывались гранями. А я говорю правильно про наибольшие размерности, то есть, значит, vertices, edges, faces и cells. Можно говорить, гипергрань. Гипер, ну, хорошо, да, гипергрань, граньку размерности единица. Вот. Ну, а здесь, соответственно, наоборот, 600 вершин и 120 ячеек. Ну, вот, на самом деле, если вы поедете, ну, или когда вы поедете в Торонто, в Институт Филдса, значит, там в холле висит проволочная модель этой фигуры. То есть, проекция ее, ну, вот, я сейчас не помню, который из них, значит, огромная, проекция в трехмерное пространство. Потому что проекция на плоскость, вот она здесь нарисована, но вряд ли, значит, мы сможем на ней сфокусироваться. Вот это как раз проекции, значит, 24 вершинника, 120 вершинника и 600 вершинника. Вот, значит, ну, в большом размере они воспроизведены в книжке Кокстера, Regular Polytopes. Есть такие замечательные книжки Кокстера, Regular Polytopes и Regular Complex Polytopes. Вот. Ну, и вот на самом деле, то, что эти вещи есть, ну, во-первых, это вот, как бы, абсолютно типичная ситуация для многих задач классификации. А именно, задачи классификации делятся на два типа. Так, кстати, это попадает в кадр, то, что здесь. Это попадает, в каком месте, значит, обрезается. Так, это абсолютно типичная ситуация для сдачи классификации. Как выглядит сдача классификации? Так, вот очень часто в математике мы говорим, что вот мы хотим описать какие-то объекты, обладающие какими-то свойствами. Так, там с точностью до чего-то, скажем, до изоморфизма. Так, или там до чего-то другого, до какой-то другой эквивалентности, которая имеет смысл в данной категории. Так, значит, и при этом вот большинство задач, ну, может быть, даже все, которые я знаю, они относятся к двум предположим типам. Один тип такой, когда мы начинаем классифицировать в маленьких размерностях, это сделать легко, а потом, когда размерность растет, таких структур становится все больше и больше. Так, и описать их все нет никакой возможности. Ну, например, там, значит, как устроены все группы с точностью до изоморфизма. Ну, начнем с вопроса, как устроены все конечные группы. Значит, классификация. Так, значит, ну, это то, что Берже, по-моему, называет жесткие структуры. И мягкие структуры. Так, значит, как устроены все конечные группы. Вот там, небольшого порядка их можно описывать, там, от руки до порядка 32, скажем. Вот, значит, их становится все больше и больше. Так, ну, и когда мы доходим до порядка, значит, какого, 1024? Так, значит, 2 в 10-й. То их, оказывается, там, примерно 80 миллиардов неизоморфных групп такого порядка с точки до изоморфизма. То есть, их все больше и больше, никакого общего петтерна не видно. Огромными вычислительными усилиями можем классифицировать их. Вот, но при этом эта задача никак не стабилизируется. И их в каждой, значит, в каждой следующей, ну, чем на более высокую степень простых делится порядок группы, тем таких групп больше. Вот, и, значит, классификация их, то есть до изоморфизма, это просто абсолютно бессмысленная задача. Ну, в действительности, большинство таких задач, они в техническом смысле, как бы, доказано, что они не решаются. Они, дело в том, что они все эквивалентны между собой, они все сводятся к задаче о паре матриц. Ну, или эквивалентной задаче о паре матриц. То есть, любая задача, там, классифицировать нельпатентные алгебры Ли. Ну, классифицируйте. Так, там, я классифицирую, там, алгебры Ли нельпатентные до размерности, там, 12, да. Ну, там, я до размерности 13, и так далее. Абсолютно бессмысленная деятельность. Классифицировать все, ну, это имеет смысл, там, если при этом что-то можно, надеяться, обнаружить, да, какое-то, вот, общее утверждение опровергнуть или, наоборот, гипотезу сформулировать. А само по себе, вот, вне такой какой-то великой цели, это, с моей точки зрения, ну, так, чисто упражнение просто, которое, ну, не совсем бессмысленно, все-таки проверяет наши вычислительные возможности. Конечно, без компьютера это сделать невозможно. Вот. Классифицируйте все топологические пространства. Ну, бессмысленно. Так, просто бессмысленно классифицировать все конечные топологии. Вот, там, мы не знаем, сколько топологий на множестве из, там, 20 точек. По-моему, вот сейчас известно, там, количество топологий на множестве из 16 точек или 17, там, что-то таком. Мне кажется. Так? Если кто-то знает лучше, то скажите. Вот, но мне кажется, что просто не... То есть, это вот такого типа задачи классификации, но это... Их очень любили авторы в 30-е годы. Вот, там, книжка Куроша «Теория групп» начинается с того, что, так сказать, главной задачей теории групп является классификация всех групп с точкой изоморфизма. Так хотите, так и понимаете. Вот. Вот здесь классификация другого рода абсолютно. Так? Здесь классификация... Вот. Ответ показывает, что эта структура является жесткой. Так? В каком смысле она является жесткой? В том смысле, что когда мы увеличиваем размерность, ответ стабилизируется. Оказывается, что возникают в качестве ответа какие-то несколько бесконечных серий. Так? И кроме того, в маленьких размерностях, что такое маленькое или в маленьких порядках, что такое маленькое, зависит от задачи. Для теории конечных групп маленькие – это меньше, чем 10 в 55-й. Так? Значит, ну или что-нибудь в таком духе. Может быть, 10 в 80-й даже. Вот. Значит, значит, это еще такое маленький. Но, значит, начиная с какого-то места, ответ приобретает общий характер, не зависит от размерности, порядка и так далее. Он... Получается единый ответ. Но в этих маленьких размерностях возникают исключения. Вот это типичный пример. А другой типичный пример – это классификация P-групп. Классификация P-групп. Вот P-группа является мягкой структурой. Их можно деформировать и снова получать P-группы. А вот жесткая структура – это классификация простых конечных групп. Классификация простых конечных групп является жесткой структурой. Так, значит, начиная с какого-то места, все конечные простые группы являются либо циклическими, да, простого порядка, но неабелевые являются знакопеременными или группами типа Li. А до этого места возникает 26 исключений. Но вот на самом деле, если мы посмотрим на регулярную часть ответа, то регулярная часть ответа сама имеет такую структуру. Значит, части из этих групп типа Li тоже являются серийными, в которых возникает еще один параметр – ранг, отчасти являются исключительными. Там поле может быть любым, но вот ранг там маленький, не больше восьми. И вот жесткие структуры, где ответ стабилизируется с ростом размерности, порядка, ну вот какого-то такого инварианта, их имеет смысл классифицировать. Так, и при этом возникающие исключительные объекты, как вот те объекты, которые возникли здесь, вот те пять правильных многогранников в размерностях 3 и 4, которые не входят в бесконечные серии, они-то как раз и являются наиболее интересной частью ответа. Более того, с моей точки зрения, вот сами эти классификации следует производить для того, чтобы найти эти исключительные объекты. Вот, значит, типичным примером такой классификации, еще одним парадигматическим примером, архиетипичным, является классификация алгебры Ли. Но в действительности, еще раньше, ну, кстати, примерно в то же время, была получена классификация алгебр, значит, с делением над полем вещественных чисел. И вот эти две классификации, они теснейшим образом связаны друг с другом. Значит, и сейчас я перехожу к основной теме, почему, значит, я заявил в анонсе спецкурса, что спецкурс будет посвящен актонионной математике. Так, значит, ровно потому, что вот все исключительные объекты во всех классификациях, вот самым удивительным аспектом этих классификаций является то, что возникающие в них исключительные объекты оказываются тесно связаны между собой, и все они порождаются, значит, все они истолковываются в терминах одного исключительного объекта, актонионов, существование которого, в свою очередь, связано с исключительным изоморфизмом. Так, значит, ну вот классификация алгебр с делением на ДР. Так это называется теорема Фрабениуса. Так, значит, Фрабениус доказал, что Надер, так, значит, доказал, при каком условии. На самом деле, то, что нет никаких вообще других, это все-таки, он что-то предполагал все-таки, что нет никаких других топологический факт, причем нетривиальный и гораздо более поздний, там Адамс, кто-то еще, да, вот, значит, но я сформулирую это как теорему Фрабениуса, что единственными алгебрами с делением над Р являются сама Р, С, А, и О. Конечномерными, да. Конечно. Но у нас все конечномерное, да. Пока не будет оговорено, если противно, не оговорено явно, да. Единственными конечномерными алгебрами с делением над Р являются, значит, Р, С, А, и О. Но на самом деле, многие из вас наверняка слышали, что есть еще там какая-то алгебра Диксона размерности 16, вот, значит, она есть действительно, но вот здесь проходит некая черта, сейчас я вам постараюсь объяснить, почему она здесь проходит. Но вот в алгебре, алгебра Диксона размерности 16, там действительно она является телом, но она не является алгеброизделением. То есть в алгебре Диксона каждый ненулевой элемент обратим, но из того, что он обратим, не вытекает то, что он не является делителем нуля. Не вытекает то, что можно решать уравнение. Понимаете, да, из того, что А обратим, А не равно нулю, да, значит, существует А минус первой, А минус первой на А равно единице, равно А на А минус первой. Из этого не вытекает, что Ах равно Б имеет решение. Это почему же это должно было бы вытекать? Так, значит, все понимают, да? Но взяли, умножили на А минус первой. Что получили? Получили А минус первой на А на Х. Так, равно А минус первой на Б. Так, но где же это Х? Х это А минус первой на А на Х. Это было бы Х. Так, но кто же вам сказал, что вот это равно вот этому? Вот это не равно вот этому. То есть каждый элемент обратим, а решать уравнение нельзя. Делить нельзя. Вот это ровно отвечает тому, что, как называется, теорема Гурвиса, что для, значит, сумм двух, четырех и восьми квадратов произведение двух таких сумм снова является суммой квадратов, где право и счастье выражаются полиномиально. А вот для шестнадцати такая формула есть, но право и счастье выражаются не полиномиально, а рационально. Это называется там формой Пфистера. Вот, значит, и граница происходит ровно, так сказать, ровно здесь. Так, вот ровно восемь, это наибольшая размерность, для которой, значит, верна такая формула, что, значит, х1 в квадрате плюс х8 в квадрате умножить на у1 в квадрате плюс у8 в квадрате равняется f1 от х1 у8 в квадрате плюс f8 от х1 у8 в квадрате, где f и это и являются многочленами вот, ну, скажем, на d от х1, на самом деле, чем угодно, у8. Но на самом деле даже, что ли, написать здесь z, я ставлю r, ладно, я ставлю как угурлица. Вот, значит, вот 8, это наибольшая размерность, для которой такая формула верна. На самом деле, эта формула была открыта в 1800, там, в каком-то году, в 18-м, Дегеном, да, примерно, да, можем посмотреть легко. Так, значит, сейчас. А как можно открыть эту сумму и не знать, что это для этой цифры? О, вы задали хороший вопрос, Витя. Значит, дело в том, что формула для сумм четырех квадратов была открыта Эйлером, там, и, значит, содержалась в его письме Гальдбаху. Значит, когда мы считаем сегодня это письмо, значит, мы считаем, что Эйлер открыл квадтернионы. Так, но в действительности, значит, Габильтон потратил там несколько лет, чтобы открыть квадтернионы, он несколько лет над этим думал, и я думаю, что он читал Эйлера. То есть, как бы, это сейчас, мы понимаем, что это то же самое. Но я думаю, что вот ровно в этом и состояло открытие, чтобы понять, что это то же самое. Правда, да? Да, как можно писать такую формулу, не зная, что это умножение октав? Невозможно. Ну, вот люди написали. Вот. Значит, потом, то есть, на самом деле, это, вот, как бы, связь как раз ровно и была, это и было открытие гурлиц. Вот, значит, явное понимание того, что это такое. То есть, хотя, с другой стороны, Гамильтон уже, конечно, понимал. Гамильтон, когда он написал норму в трактате, он понимал, что вот это и есть формула Эйлера. Мультипокативность нормы. Вот. Значит, так вот, это как раз то, чего я начал сегодня в спецкурсе. Из-за того, что будем обсуждать вот этот столбик. Так, где он еще возникает? Ну, давайте я вам приведу еще пример того, где он возникает. Значит, примерно в то же время были классифицированы простые алгебры Ли, комплексные, ну, конечно, мерные, конечно. Вот. Значит, классифицированы картаном и киллингом. Ну, наоборот, киллингом и картаном. Значит, но киллинг, правда, открыл две простых алгебры размяности 52. У него было, таким образом, шесть исключительных алгебр, а не пять. А картан обнаружил, что Е4 и Ф4 изоморфны. И сегодня мы, что мы сегодня называем Е4? Мы называем не Ф4, мы называем А4, правильно, да? Е5 – это Д5. Классификация простых алгебр Ли. Простых, комплексных алгебр Ли. Вот эта классификация картаном и киллинг. Эта классификация она носит такой же ровный характер, как классификация правильных многогрянников. То есть простые алгебры являются жесткими объектами. Значит, в больших размерностях классификация алгебр Ли ну, как бы устроена абсолютно одинаково. Значит, а именно имеется четыре серии простых комплексных алгебр Ли. С, Л, Л плюс 1, С, С, О. Ну, то же самое, что О, но О маленькая отдельно как-то выглядит глупо, поэтому я буду писать С, О. С, О, 2, Л плюс 1, С, значит, С, П, 2, Л, С, и С, О, 2, Л, С. Это вот серии А, Л, Б, Л, С, Л, Д, Л. И они выглядят абсолютно, значит, ну, там у них есть некая специфика в маленьких размерностях, особенно большая специфика У, Д4, Д4, то есть С, О, 8, С. Ну, на самом деле Д4, конечно, является не классической алгеброй Ли, а исключительной, сейчас я вам это тоже поясню еще один раз. Вот, значит, вот имеются такие четыре серии бесконечных классических алгеброй, классические простые алгебры Ли. Вот, но на самом деле имеется еще ровно пять примеров, значит, Е6, Е7, Е8, Ф4 и Ж2 это алгебры Ли размерностей значит, 78, 133, 248, 52 и 14. Вот, ну, еще одна особенность этой классификации состоит в том, что вот между какими-то маленькими алгебрами в этих сериях существуют изоморфизмы какие-то, например, значит, А1 равно B1 равно C1, так, D2 равно А1 плюс А1, например, то есть она непростая, да. ну, я же здесь не написал параметры откуда, я сказал, что любая простая выглядит так, я пока классификацию не формулировал, значит, B2 равно C2, что там еще, значит, А3 равно D3, но на самом деле эти равенства в каком-то смысле равенства, нужно аккуратно тоже смотреть в каком смысле они равенства, вот, вот это вот называется исключительными изоморфизмами. Вот еще одна особенность всех этих классификаций жестких объектов состоит в следующем, что, значит, существуют такие вот бесконечные серии в ответах и какие-то исключения. Но кроме того, для начальных объектов в этих исключительных сериях имеются исключительные изоморфизмы. И вот, значит, в тот момент, когда я буду определять вам вот эту алгебру, я как раз начну ровно с того, что скажу, значит, о том, что и само ее существование связано с исключительным изоморфизмом для каких-то конечных групп типа Ли. Так, а именно, значит, и, пожалуй, это то, с чего я просто начну свой спецкурс, это с исключительных изоморфизмов для, значит, для групп типа Ли. Так, ну давайте, значит, все я вспомню, не все, ну давайте я начну, напишу, так, исключительные изоморфизмы. Ну вот, вот это вот исключительные изоморфизмы, значит, масса классификаций, кроме классификации алгебры Ли, простых, выглядит так же, ну вот, те, кто слушали мои другие спецкурсы, знают, что, значит, или сами читали такие спецкурсы, как Витя и Саша, значит, знают, что так же выглядит классификация, там, ну, так же в каком-то смысле, похожим образом выглядит классификация, скажем, простых алгебраических групп, вот, простых конечных групп, и так далее, так, ну и вот в частности, значит, в классификации простых конечных групп, там возникает такого же рода явление, так, что маленькие, начальные объекты в классических сериях могут случайным образом, но на самом деле не случайным, а весьма закономерным, оказаться изоморфными начальным объектом в других сериях, так, вот, значит, для конечных групп типа Ли имеются такие изоморфизмы, скажем, PSL2,2, изоморф на С3, но это легко видеть, посчитав порядки, есть единственная неабелевая группа порядка 6, значит, PSL2,3, изоморф на А4, С4, извините, так, значит, PSL2,4 изоморф на, PSL2,5 изоморф на, так, ну я напоминаю, что, я напомню, что SL, SLNQ это SLNFQ над конечным полем из Q элементов, так, то есть, группа матриц степени N с определителем 1 над полем из Q элементов, а PSL это фактор по центру, значит, ну для PSL2 центр либо стоит из двух элементов плюс-минус 1, если Q нечетно, либо из одного элемента, если Q четно, то есть, как абстрактная группа вот PSL2,2, конечно, совпадает просто с SL2,2, как абстрактная группа, вот, там что-то может отличаться, но не на уровне поля, на уровне алгебры над ним, вот, значит, изоморф на А5, вот это, этот изоморфизм на самом деле был обнаружен Галуа, так, просто явным образом содержится, значит, в его письме, вот, вот, и он там утверждает, что он доказал, что это наименьший порядок конечной простой группы, вот, и дает ее реализацию, как, значит, в терминах конечных полей, которые на предельном моменту, значит, и доказывает совпадение с А5, вот, ну, утверждает, по крайней мере, приводит соображение в пользу этого, но на самом деле нас будет больше всего интересовать следующий исключительно изоморфизм, PSL2,7, и вот это совершенно удивительная вещь, изоморфно, PSL3,2, здесь, ну, одна удивительная вещь уже была здесь, что, оказывается, у нас алгебры Ли могут быть, группы Ли могут быть изоморфны над полями разных характеристик, так, значит, здесь сформулирована еще гораздо более удивительная вещь, так, значит, а именно, что, значит, могут быть изоморфны алгебры, так, ребята, вам нужно отдельно садиться в следующий раз, значит, что могут быть изоморфны группы типа Ли не только над полями разных характеристик, но и разных рангов, вот это совершенно удивительная, абсолютно удивительная вещь, но давайте я вам сформулирую, как бы, значит, типичный ответ, значит, типичный ответ выглядит следующим образом, причем, просто для произвольных коммутативных колец, даже, там не то, что для произвольных полей, а для произвольных коммутативных колец, вот имеет место такая теорема, так что, значит, если у нас есть две группы СЛ или ПСЛ над коммутативными кольцами, так разной степени, вот, и не над разными кольцами, если они изоморфны, так вот, если С, ну, ПСЛ, ПСЛ, МР изоморфно, ПСЛ, Н, Р и, значит, НС, другое кольцо, изоморфно как абстрактные группы, значит, РС, коммутативные кольца, значит, ну, на самом деле, поставив здесь ЖЛ, можно сформулировать аналогичную теорему для некоммутативных колец, но там изоморфизм нужно заменить на что-то другое, значит, типа там море этой эквивалентности, вот, значит, но вот над коммутативными кольцами верно следующее, что если М и Н больше либо равны 3, и при этом М и Н не равно 3, 3, то М равно Н и и Р изоморфно С, то есть и степени совпадают, и кольца изоморфно. А для 3,3 какие-то явные кольца есть? О, да, конечно, а с какой бы статьей я иначе написал, значит, конечно, ПСЛ 3, Z по 4, Z изоморфно ПСЛ 3, F2 F2 D двойные числа, где D квадрат равно 0. Так, это значит, что в характеристике в степени 3 при необратимой двойке есть особое явление на уровне радикала. это связано с тем, что кагомологии, значит, это связано с вашей курсовой работой на втором курсе, или на каком, на третьем, что H1, что там, S3, SL3, 2, F2, 3, не равно 0. Это ровно вот этот объяснение этого дела. Вот, и это, значит, и это ровно тот пример, который написан здесь. Это ровно тот пример, который написан здесь. Вот, это нетривиально ровно из-за этого изоморфизма, вот, и ровно из-за этого изоморфизма, значит, там что-то нетривиально на уровне радикала. Но я хотел сказать не это, что ровно из-за этого изоморфизма существуют октавы. Вот, значит, вот с этого мы просто начнем в следующий раз. Что, как докажется это изоморфизм? Я, конечно, докажу его, значит, прежде чем построить октавы. Вот оказывается так, например, ну, там есть тысяча и одно доказательство, но я не буду вам все рассказывать. Вот, я расскажу штуки две, но одно из них выглядит следующим образом. Значит, ну, замечательно, такая написанная в книжке Уинсона, которую мы изучали. А кто-то нам рассказывал? Рома, не вы ли рассказывали нам исключительно изоморфизма? А кто рассказывал? Вот, значит, но в любом случае кто-то рассказывал, да. В любом случае этот изоморфизм связан с тем, что и та, и другая группа естественно представляются как автоморфизмы плоскости фану. Так, ну, а любители нумерологии могли бы написать в этом месте следующее что-нибудь. значит, 2 в кубе равно 7 плюс 1 и 7 равно 2 в квадрате плюс 2 плюс 1. Вот, ровно эти численные совпадения приводят к тому, что и та, и другая группа являются автоморфизмами, группами обстановлены с такого графа, вот, и, ну, не графа, все-таки конечной плоскости, да, а может быть и графа, кстати, может быть и графа, это нужно посмотреть, да, вот, значит, я просто никогда не смотрел на это с этой точки зрения, вот, ну, да, так, и ровно по этой причине, то есть мы определим умножение на алгебре актанионов, вот, ровно, значит, так, я слежу правильно за временем, сейчас 7 минут, или у меня часы отстают? А? Реально так, да, спасибо. Вот, значит, вот, то, с чего мы начнем, это мы установим эти исключительные изоморфизмы, ну, давайте я вам еще напишу парочку, давайте я вам еще напишу парочку, которые тоже будут для нас играть роль, значит, на самом деле, на самом деле, они все, конечно, очень интересны, ну, и вот я тут уже упомянул, что эти исключения, они являются исключениями везде, и они возникают как исключения всегда, то есть дальше эти исключения тянутся, как бы, в любом ответе, то есть, когда, значит, вы что-то, вы знаете, что есть такие маленькие исключения, когда вы задаете любой другой вопрос, вы должны, значит, проверять, что там имеет место для, вот этих исключений, вы должны проверять отдельно, и, конечно, полный ответ на любой вопрос должен говорить, что вот не что-то имеет место там, при, если поле содержит не меньше из каких-то элементов, а должен говорить, что происходит конкретно для маленьких полей, да? Можете сказать, что такое F2D? F2D? Да. Это, значит, по-простому, это вот что такое, это F2 от X, многочлены, фактор по идеалу, порожденному квадратами, как вам такую? Называется, Truncated Polynomials, так, многочлены, отфакторизованные по вторым степеням, то есть, входят только нулевые степени, и первые, но при этом, поскольку их пара равно нулю, так, значит, то X на X равно нулю, поскольку мы по-каку отфакторизовали, вот, и это значит, что это D, это в точности то, что в анализе принято называть дифференциалом, так, что вот элементы этого, значит, поля, это, элементы этого кольца, это, значит, элемент поля из двух элементов, плюс нечто инфинтимальной окрестности, то есть, плюс бесконечно малый, вот это актуально бесконечно, вот что-то делящееся на D, там D на что-то, а, ну там, здесь коэффициентов-то немного, 0 и 1, так что D, это актуально бесконечно малый, вот, это называется кольцо двойных чисел, кольцо двойных чисел, вот, а это называется кольцо усеченных многочленов, то есть, в частный случай кольца усеченных многочленов, да, и это был правильный вопрос, ребята, если вы не знаете какого-то слова, то есть, пока я там философствую, это одно, пока я что-то начинаю говорить конкретное, если вы какого-то слова не знаете, конечно, спрашивайте сразу, так, это правильно, вот, а то не только китайские, но и итальянские студенты, как мы выяснили, Андрей, да, стесняются спрашивать, правда? Я не знаю, это вы мне рассказали, это я. Значит, следующие изоморфизмы, я напишу еще парочку изоморфизмов, PSL29 изоморф на А6, но на самом деле здесь ситуация еще замечательнее, потому что в действительности это изоморф на, так, ну все знаем, что какие-то там группы не являются совершенными, что вот SL22 не является совершенной, SL23 не является совершенной, SL32 совершенной является, так, но мы знаем, что SP42 не является совершенной. SP42 в действительности изоморф на S6, коммутант S6 равен А6, значит, это PSP42, SP42, коммутант S6, извините, SP42, SP42, вот с этим связано, это вот, как бы, это было пропущено, просто там во всех работах, как обнаружил Леша, там во всех работах, где происходила ссылка на это, вот этот факт, так сказать, как бы, что именно вы пропущено, ну вот когда вот вы переносите на кольца, то вот это приводит к такого же типа явлению, значит, для симпатической группы, это обстоятельство было, на смене C4, на смене C4, это обстоятельство просто было пропущено везде, во всех текстах, то есть там, во всех текстах формально, просто все, все с ошибкой, все тексты с ошибкой, все тексты об SP4 над кольцами с ошибкой, ну, не судьба, конкретно это к какому контакту приводит, ну, это уж я сейчас не помню, но там у нас в работе, вот, в последних работах, где это условие фигурирует, сейчас в работе Леша, там просто обсуждается, конкретно, какие, вот, указываются места в работах, где ошибка, вот, но, еще один такой замечательный изоморфизм, это PSL4,2, и, кстати, тоже возникает везде, это А8, кстати, вот этот изоморфизм, он говорит нам, почему у S6 есть внешний автоморфизм, вот эти вот вещи, я повторяю, они возникают везде, то есть там, значит, простота, совершенность, мультипликатор Шура, что там еще, значит, ну, когмологии, скажем, с коэффициентом в естественных модулях, там, каких-то еще, там, автоморфизм, то есть, любой групповой вопрос, вы должны проверять, вот, не являются ли эти группы исключениями, но там еще есть несколько кандидатов на исключение, скажем, там, группа PSU34, там, и так далее, есть несколько кандидатов, которые всем известны, так, я не буду писать уже такие изоморфизмы для исключительных, скрученных групп, вот, все они написаны, вот, все они есть здесь, это распечатка Атласа, значит, конечных групп, Конвея, Кертиса, Нортона, Паркера и Уилсона, так, в натуральную величину, то есть, она, вот, в натуральную величину выглядит так же, на листах бумаги А3, напечатана, значит, в красной обложке, вот, как, вот, понимаете, средневековые книги, там, вот, такие в соборах католических, да, а? А другие переписывали таблицы, да-да-да-да-да, примерно так, да-да-да, примерно так, в общем, производят впечатление, и здесь, значит, для, вот, этой группы, вот, для группы А5, там приведено еще, так, штук, штук 10 изоморфных ей групп, значит, в других сериях, там, которые обычно не пишутся, ровно потому, что, ну, так, значит, а для этой группы тоже, значит, вот эта группа вкладывается, там, скажем, в SL2.9, сейчас, нет, куда, SL2.9 является ее расширением, SL2.9 является ее расширением, потом у нее есть расширение, приходящее, значит, отсюда, у нее есть еще одно расширение, М10, вот, ровно потому, что у нее группа внешних автоморфизмов, это четверная группа Клейна, и там три группы, три подгруппы индекса 2, которые приводят к трем неизоморфным расширениям, понимаете, да, так, то есть, вот, любые теоретико-групповые вопросы, они, значит, вот это является исключением, так, и как выясняется, это исключение связано с октавами, ну, а теперь, значит, я сформулирую последнюю большую тему, о которой я хочу говорить в этом курсе, так, ну, и упомяну, значит, несколько других тем, о которых я тоже собираюсь говорить, значит, но меньше, и о некоторых, может быть, совсем скульз, но последняя большая тема состоит, значит, в том, что, ну, не последняя, так, может быть, даже основная тема, в том, что я хочу в терминах актанионов, то есть, я хочу буквально истолковать вам, объяснить, почему же актанионы отвечают за, значит, за исключительные алгебры Ли, это связано с тем, что над актанионами можно построить проективную плоскость, так, то есть, вот давайте, значит, сейчас, я не знаю, успеем мы сейчас вспомнить теоремы Паппа и Дезарга, или я скажу просто, что они есть, так, все помнят, что такое, все учились в средней школе, все помнят, что такое теоремы Паппа и Дезарга, или это не проходится в средней школе теперь, а? Так, ну, давайте, значит, давайте я тогда, вот, скажу, в чем же дело, почему же, почему же есть проективная плоскость октав, и почему нет трехмерного проективного пространства октав, так, значит, ровно по следующей причине, значит, что если бы существовало трехмерное проективное пространство октав, то октавы были бы ассоциативными, то есть, вот известно, что H ассоциативно, но не коммутативно, А О, значит, не ассативно. В О ассативно подалгию порождено двумя элементами. Но есть три элемента независимых над Р, которые являются не ассативной тройкой. То есть, более того, мы увидим, что базисные тройки, отстоит на этой картинке, они все являются либо ассативными, либо антиассативными. То есть, при перестановке скобок, либо произведение трех базисных элементов, трех мнимых единиц, либо равно, либо меняет знак. Я утверждаю, что если бы существовало трехмерное проективное пространство, это не я намекаю, это Рут-Муфонг намекает, значит, что если бы существовало трехмерное проективное пространство октав, то алгебра октав была бы ассоциативна. Но вот есть такая, значит, теорема Паппа. Значит, теорема Паппа. Что вы говорите? Ну, вы посмотрите на картинку. Теорема Паппа говорит следующее, что вот вы взяли три точки на одной прямой, три точки на другой прямой, соединили их шестиугольником. Так, я смогу нарисовать шестиугольник? Так, как я должен? Вот так, да? Так, и тогда, значит, я должен брать, значит, что? Папарные пересечения с разными... Так, значит, что же должно... Так, а где тут пара противоположных сторон? Вот это с этой. Вот это с этой. Значит, я как-то так нарисовал. А-а-а, я должен продумать... Я не так нарисовал, потому что я не так соединил, да? Я должен продолжить их. Значит, вот это противоположное, вот это, вот оно. Так, вот теперь я должен, значит, эту продолжить. Раз, два, три, вот эту. Так, и теперь я должен, значит, какую еще не пересек? Вот эту и последнюю. И вот чудесным образом вот это должно лежать на одной прямой. Вот. Значит, а теорема Дезеарга, это лучше такое примерно. Так что, если у вас есть два, значит, треугольника, которые... Как это называется? Перспективные, да. Два перспективных треугольника. Так, то тогда, значит, их соответствующие стороны... Так, это раз. Это два. Так, и это... Это три. И опять, если все правильно нарисовано, они должны лежать на одной прямой. Так, вот. Так вот, значит, когда мы рассматриваем проективную плоскость... Так, это как P2 обозначается, да? P2 от R, P2 от C и P2 от H. Значит, то классическое такое утверждение состоит в том, что, значит, ну вот, что теорема Паппа... Ну, вообще, если у вас есть проективная плоскость, проиметризованная алгеброизделением... Значит, что теорема Паппа эквивалентна тому, что это алгеброизделением коммутативно. А теорема Дезеарга эквивалентна тому, что это алгеброизделением ассоциативно. Так, теперь постараемся построить P2O. Это все еще алгеброизделением, поэтому P2O как бы нам, может быть, удастся построить. Но она не ассоциативна, поэтому теорема Дезеарга там не выполняется. Вот, а что там выполняется? А выполняется там вот что. Значит, там выполняется то, что называется малая теорема Дезеарга. Так что можно построить точку, находящуюся в... Как это называется? Гармоническом отношении к трем точкам, да? Вы взяли три точки А, В, С. Взяли любую точку, значит, не лежащую на этой прямой, через эти точки, теперь привели любую прямую. Так, да? И дальше мы что-то должны делать. Соединять... Так, что мы должны с чем соединять? Она с кем-то должна еще пересекаться, да? Вот так вот, да? Так, и теперь что мы должны смотреть? На какие точки пересечения? Или они ту провели? Вот эти вот... Вот это вот. Вот это четвертая точка D. Так вот, теорема Дезеарга малая утверждает, что, значит, что эта точка D не зависит от того, какую мы точку выбрали, какую мы прямую выбрали. Вот. Значит, если верна теорема Дезеарга вот в такой форме, то верна эта тоже. Но вот Муффон крупно обнаружил, что малая теорема Дезеарга... Значит, теорема Паппа это коммутативность. Теорема Дезеарга это альтернативность. Ассотивность. А теорема... Малая теорема Дезеарга, но вот такие плоскости, в которых она выполняется, называются муффонговыми. Малая теорема Дезеарга это альтернативность D. То есть, значит, подалгебра, порожденная любыми двумя элементами ассотивно. Вот. И, значит, но при этом, если бы... Вот, если мы смотрим на эту картинку как на трехмерную, если бы у меня был цветной мелок, мы бы это закресили, вот это и это, считали бы, что все происходит в трехмерном пространстве, тогда это просто сразу вытекало бы из... Ну, там дополнялась бы трехмерной картинке, для которой это было бы проекция, и сразу вытекало бы из какого-то простого трехмерного факта. Ну, типа того. Да-да-да-да-да-да-да. Да. Вот. Значит, вот, поэтому это значит, вот то, что я сейчас озвучил, что проективная плоскость октав является муфанговой, но не является дезарговой, то есть, в ней выполняется малая теорема дезарга, но не выполняется теорема дезарга, означает ровно следующее, что не существует трехмерного проективного пространства октав. Так, значит, проективная плоскость октав, но которая еще называется плоскостью Кейли. Так, значит, П2О, значит, проективная плоскость октав. Она муфангова, но не дезаргова. И это значит, что П3О не существует. Вот ровно поэтому исключительные алгебры Ли обрываются вот на этом месте. И в этот момент вот у Розенфельда возникла замечательная идея, что в действительности, но понятно, что G2, как знали уже классики, я уж не помню, кто это точно доказал, но Джекапсон точно написано, но кто-то знал до этого наверняка. Это в точности, значит, ну, G2 группа, я так пишу приближенно, значит, это группа автоморфизмов, компактная форма, группа автоморфизмов по алгебре актов. Значит, Ф4 это группа изометрий P2O. Вот. И у, значит, Розенфельда возникла замечательная идея, что точно так же E6, E7, E8 можно истолковать как, значит, алгебры автоморфизмов, алгебры изометрий, значит, проективных плоскостей над, значит, O, тензер С, O, тензер H, и O, тензер O. Размерности сходятся. Существуют однородные пространства размерностей там 32, 64 и 128, на которых E6 и E7 и E8 действуют. Так, размерности сходятся. Но это не до конца является алгебрами с делениями, поэтому тут определить над ними проективные плоскости это некая дополнительная проблема. Это то, что стягачивает. Во! Совершенно верно. И это было сделано, значит, да, Розенфельд, идея, так, и он ее реализовал для E6, но для E6 из работ Фрейденталя уже к этому моменту было известно, что E6 является группой коллинеаций, вот не изометрии, а коллинеаций проективной плоскости, октав, проективной плоскости Келли. Вот, а значит, полностью эта идея была реализована Фрейденталя, Титцем, Кантором и Кехером. И, значит, в 60-е годы это все упростило нас, Борисович Винберг. Значит, ну и вот построили такую картинку, я вам сегодня реализовал ее уже или нет, Magic Square? Еще нет? R, C, H, O, R, C, H, O, A1, A2, C3, F4, A2, C3, F4, A2 плюс A2, так, сейчас там Саша скажет, А5, да? A5, D6, E6, D6, E7, E8, E7. Вот. Ну вот, значит, я вам ровно это и различные обобщения этого собираюсь рассказать. Ну и, видимо, значит, скоро пора заканчивать. Так вот, это то, что называется Magic Square. То есть, на самом деле можно дать конструкции этих алгебр, которые не используют, которые не начинаются с конструкции этих алгебр, а которые работают непосредственно в терминках октав и геометрии над октавами. Так, значит, потому что, конечно, на самом деле можно действовать в обратную сторону. Если мы знаем, что такое уже группы типа E6, E7, E8, мы, конечно, можем истолковать эти проективные плоскости как факторы соответствующих групп по соответствующим параболическим подгруппам. Так, но интересно проделать это в обратную сторону, непосредственно стартуя с алгеброй. Вот, значит, ну, на самом деле, вот, за этим стоит как бы масса других вещей и есть масса обобщений, которые я не упомянул, так, ну, там, скажем, вот, изоморфизмы значит, векторов и спиноров там в пространстве каких-то размерностей исключительные, которые есть только в размерностях 3, 4, 6 и 10, вот, из-за которых возникают там теории суперструн только в этих размерностях. Значит, есть аналогичные явления, там, октонеонные конструкции йордновых алгебр. Я вам ничего не упомянул сегодня про исключительную йордновую алгебру йод, 27-мерную, которая, конечно, строится тоже в терминах октонеонов. Исключительные, там, йордновые пары, йордновые тройные системы, исключительные простые супералгебры ли, там, однородные пространства, симметрические, риммогово-симметрические пространства исключительные, вот все они, все они строятся в терминах октонеонов. А октонеоны есть, потому что есть этот эзаморфизм. Так? То есть, на самом деле, вот, а, ну, я не сказал, что дальше происходит, ведь на самом деле дальше октонеоны это Е8. Вот, решетка Е8 это октонеон. Через Е8 строится решетка лища 24-мерная. Практически все спорадические конечные простые группы, их конструкции начинают с решетки лища. Решетка лища это М24, код Галле, и это, значит, большая группа Конве и большая группа Фишера. Конвей, значит, Конвей-3 и, значит, и Фишер-24. Так? А с них начинается конструкция бэби-монстра и большого монстра. Большой монстр содержит 24, 20 из 26 спорадических групп. Вот только 6 являются париями. Там группа Рудвалеса, там еще кто-то, группа Конвея, две другие. Вот, значит, практически все исключительные объекты, они завязаны вот на, то есть, кажется, что они исключительные, а на самом деле они образуют вот, как бы, такую же внутри себя стройную систему, которую нужно, ну, для этого нужно человеку быть очень образованным, чтобы все это, знать все эти работы, я их всех просто не знаю, по геометрии уж точно. Вот, значит, собрать вот все эти исключительные вещи как бы в одну систему, так, то есть, вот причина, по которой они все существуют, она ровно одна, так, и дальше она просто отражается, поскольку во всех этих индуктивных конструкциях они с чего-то начинаются, вот как только возникло маленькое исключение, оно встраивается в большее исключение, в большее исключение, в большее, и так мы доходим до большого монстра, так, вот они все, значит, есть, потому что есть этот изомаршизм, вот, поэтому я считаю, что это не менее интересное, чем вот изучение вот этих, как бы серийных вещей, которые устроены одинаково, и в действительности такой настоящий, вот, ну, как бы сейчас все время идут разговоры, что вот было бы, как было бы здорово, и так, видимо, и есть, если бы структура нашего мира была завязана на Е8, там, большой монстр, и так далее, там, есть струнные теории, очевидно, в которых группа симметрии Е8 крест Е8, так, но там люди намекают, что есть, значит, как бы классические теории, в которых тоже все равно возникает группа Е8, хотя группа Е8 наблюдали в природе, там, на чем, на, так сказать, рассеянии, на тонкой, не объемом, да, магнителю, да, 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 то есть Е8 наблюдается в природе, так многократно, да, разные представления, да, непосредственно, то есть микроскоп просто, вот, так что, ну ладно, значит, ну а в следующий раз я начну вам доказывать вот эти изоморфизмы, которые, как мне кажется, интересны сами по себе, то есть мы изучим немножко структуру групп типа Ли, а потом начнем строить октавы, ну, изучать их с разных точек зрения, так, ну ладно, все, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...